43 глава книги пророка Изекииля И я упал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял возле меня. И сказал мне, сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки. И дом Израилев не будет более сквернять святого имени моего, ни они, ни цари их блужением своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога моего, и верей дверей своих подли моих верей, так что одна стена была между мною и ими, и оскверняли святое имя мое мерзостями своими, какие делали, и зато я погубил их во гневе моем. А теперь они удалят от меня блужение свое и трупы царей своих, и я буду жить среди них вовеки. Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме этом, чтобы они устыдились без законей своих и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его, и все уставы его и поступали по ним. Вот закон храма. На вершине горы все пространство его вокруг святое святых. Вот закон храма. И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть с ладонью. Основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем краям его в одну пять. И вот задняя сторона жертвенника. От основания, что в земле, до нижнего выступа два локтя, а шириной он в один локоть. От малого выступа до большого выступа четыре локтя, а ширина его в один локоть. Самый жертвенник вышиной в четыре локтя, и из жертвенника поднимается вверх четыре рога. Жертвенник имеет двенадцать локтей длины и двенадцать ширины. Он четыреугольный на все свои четыре стороны. А в площадке четырнадцать локтей длины и четырнадцать ширины на все четыре стороны ее, и вокруг нее пояс в пол локтя, а основание ее в локоть вверху, ступени же к нему с востока. И сказал он мне, сын человеческий, так говорит Господь Бог, вот уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью. Священникам от колена Левиина, который из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, говорит Господь Бог, дай тельца из стада волов в жертву за грех. И возьми крови его, и покропи на четыре рога его, и на четыре угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его, и освети его. И возьми тельца в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома вне святилища. А на другой день в жертву за грех принеси из козьего стада козла без порока, и пусть очистят жертвенник так же, как очищали тельцом. Когда же кончишь очищение, приведи из стада волов тельца без порока, и из стада овец овна без порока. И принеси их пред лицо Господа, и священники бросят на них соли, и вознесут их во всесожжение Господу. Семь дней приноси в жертву за грех по козлу в день. Так же пусть приносят жертву по тельцу из стада волов, и по овну из стада овец без порока. Семь дней они должны очищать жертвенник и освящать его, и наполнять руки свои. По окончании же этих дней, восьмой день и далее, священники будут возносить на жертвенники ваши всесожжения и благодарственные жертвы, и я буду милостив к вам, говорит Господь Бог. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!